Дракон Про них сложены немало легенд и сказок. Драконы становятся героями кинофильмов, мультфильмов, книг и видеоигр. Но откуда они появились? Существовали ли в реальности в далеком прошлом наводя ужас на наших предков? И есть ли сейчас животные, хоть немного напоминающие легендарных драконов? Ученые до сих пор спорят о том, как в мифологии совершенно разных народов возникли истории о драконах. Сказки и легенды об этих существах есть и в России, и в Китае, и в Индии, и во многих европейских странах. Одни исследователи предполагают, что древние люди очень боялись змей и хищных птиц, а дракон стал воплощением этих страхов. Ведь у него крылья, как у птицы, а хвост, тело и голова, как у змеи. Другие исследователи считают, что наши далекие предки застали время, когда на Земле жили динозавры. Увидев неведомое и страшное животное, люди стали называть его драконом. Подтверждение существования драконов так и не было найдено. Если бы они обитали когда-то на нашей планете, то мы давно бы обнаружили их останки, какие-нибудь следы, как это произошло с динозаврами, чьи окаменелые кости находят по всему миру. Поэтому нам остается лишь читать тексты о драконах и рассматривать их изображения на картинках. Что же нам известно о драконах из мифов, легенд и сказок? Драконы умеют изрыгать огонь. Ученые считают, что древние люди наделили драконов этой способностью из-за страха перед огнем. Свои фантазии наши предки представляли драконов, сжигающими до тла все вокруг, потому что видели, как лесные пожары выжигают огромные территории, или как пламя уничтожает плодородные поля. В природе нет ни одного существа, способного плеваться огнем. Однако, если бы драконы существовали в реальности, то для своего огненного дыхания, возможно, могли бы использовать какой-нибудь газ, например, метан, который вырабатывается в организме. Ну а кремниевые зубы высекали бы искры, как в обычной зажигалке. Так возникло бы пламя, выдыхаемое из пасти дракона под большим давлением. Знакомые нам по легендам и сказкам драконы способны летать. Вот здесь как раз нет ничего удивительного. Существуют драконы на самом деле, они вполне могли бы кружиться над нами, словно птицы. Понятно, для чего дракону нужны огонь и крылья. Но вы когда-нибудь задумывались, зачем ему сокровища? Это еще одна неразгаданная тайна. Из древних текстов и современных книг известно, что нет для драконов больше удовольствия, чем поспать на горе золотых монет. Таков, например, дракон Смалк из повести английского писателя Джона Рональда Толкина «Хоббит или туда и обратно». Узнав о богатстве гномов, живших в одинокой горе, Смалк напал на подгорное королевство, изгнал жителей, а затем проник в сокровищницу, где и проспал долгие годы. Пока его не потревожили отряд гномов и хоббит Бильбо Бэггинс, решивший вернуть одинокую гору. Кто-то считает, что от золота драконья чешуя становится крепче и сияет ярче. Кто-то думает, что драконы просто любят всякие блестяшки, но все равно, что сороки. А кто-то предполагает, что золотом драконы заманивали свои пещеры охотников за сокровищами, чтобы потом их проглотить. Зачем дракону принцесса? Какой же ты дракон, если не похищаешь прекрасных принцесс и не ждешь, пока за ними в твое мрачное логово приедет храбрый рыцарь, чтобы вызвать тебя на бой? Согласно одной легенде, неподалеку от ливийского города Кирена поселился безжалостный дракон. Он не давал жителям спокойно ходить к роднику за водой. Каждый день чуть еще принесили овец, чтобы он не нападал на людей. Но затем монстр потребовал, чтобы вместо овец принесили девушек. Одной из них стала местная принцесса. К счастью, ее успел спасти воин Георгий, которого за победу над драконом прозвали победоносцем. Правда, не всегда ясно, зачем дракону принцесса. То ли он крадет их просто из вредности, то ли для того, чтобы съесть. Существуют и более интересные версии. Например, о том, что дракон похищает принцессу как приманку, ожидая, что со всего мира к его пещере будут стекаться смельчаки, чтобы освободить прекрасную пленницу. Тут он и полакомится как следует всеми прибывшими спасателями, принцами, рыцарями и просто искателями приключений. По другой версии, драконы способны не только быстро летать и дышать огнем, но и превращаться в людей. И поэтому они похищают принцессу для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Ведь всем нужны друзья, даже чудовища. Герой русских сказок, наш родной дракон Змей Горыныч, тоже любит похищать людей, чтобы съесть их или просто нагнать страху. В Былине Добриня Никитич и Змей Горыныч, он похитил Забаву Путятишну, племянницу киевского князя. А освобождать ее из плена поехал славный богатырь Добриня Никитич. Три дня и три ночи они бились, покуда дракон не стал одолевать русского богатыря. И одолел бы, если бы Добриня не вспомнил про плетку Семихвостку. Ей-то он и упротил Горыныча, а затем отрубил все три его головы и спас пленницу. Как и другие драконы, Горыныч способен летать и выдыхать огонь. Причем для этого у него есть не одна, а сразу несколько голов. Часто его изображают с тремя головами, но их может быть и больше. В мифологии Китая у других азиатских стран драконы совсем другие. Да и выглядят они иначе, чем привычные нам огнедышащие чудища. На большинстве рисунков можно заметить, что у азиатских драконов нет крыльев, зато есть длинные усы и рога. Дракон в азиатских странах – символ мудрости, достоинства и власти. В Древнем Китае считали, что драконы являются предками императоров. Даже сейчас китайцы называют себя потомками драконов. В азиатской мифологии очень много разных драконов. Одни повелевают громом и погодой, другие охраняют небеса и богов, а третьи управляют реками и морями. Пусть подтверждение того, что драконы когда-то существовали в нашем мире, так и не нашли, но мы, люди, при помощи воображения, компьютерной графики, искусства кино и анимации, сами смогли оживить этих грозных чудовищ, заставив сказку стать реальностью. Согласитесь, это не так уж и плохо, ведь такие драконы ничего не сожгут и никого не похитят. Во многих странах драконам ставят памятники. Одно из таких мест находится в Липецкой области, где в парке на Кудыкиной горе установлена впечатляющая скульптура змея Горыныча. И такая скульптура не одна в России, а уж сколько их по всему миру. Вымышленные существа драконы – часть человеческой культуры, и вряд ли они когда-нибудь исчезнут из нее. Так что мы будем любоваться их грозной красотой и мощью в фильмах и книгах. Продолжение следует...